Что такое фолиевая кислота? Это водорастворимый витамин группы В, также называемый фолацин или фалат. Впервые был обнаружен в 1940 году в листе шпината. Так как организм не в состоянии сохранять витамин длительное время, его запасы необходимо пополнять ежедневно. Термическая обработка и просто длительное хранение продуктов может уничтожить до половины содержащихся в них фолиевой кислоты. Поэтому лучшим решением для необходимого количества этого жизненно важного вещества будет прием специальных пищевых добавок. Функции фолиевой кислоты. В течение суток организм использует фолиевую кислоту огромное количество раз. Она участвует в процессе кроветворения, заживления ран и строительстве мышц. А также необходима для всех функций, требующих деления клеток. Фолиевая кислота имеет значение для образования ДНК и РНК и обеспечивает нормальное деление клеток, что особенно важно во время развития плода. Кроме того, эта кислота способствует вырубке необходимых химических веществ, важных как для мозга, так и для всей нервной системы. Распространенное применение фолиевой кислоты. Защищает от врожденных пороков развития, снижает риск сердечных заболеваний и инсультов, снижает риск заболевания некоторыми видами рака. Профилактика. Достаточный уровень фолиевой кислоты в момент зачатия и в течение первых трех месяцев беременности значительно снижает риск развития серьезных врожденных дефектов, в том числе расщепления позвоночника. Этот витамин группы В также принимает участие в регуляции выработки и использовании организма гомоцистеина и аминоподобного вещества, который при высокой концентрации может привести к повреждению оболочек кровеносных сосудов и сделать их более восприимчивыми к возникновению холестериновых бляшек. Это делает фолиевую кислоту важным оружием в борьбе с болезнями сердца. К тому же она может быть полезна для предупреждения некоторых видов рака, в том числе рака легких, шейки, матки, толстого и тонкого кишечника. Дополнительные преимущества. Фолиевая кислота помогает при депрессии. В связи с тем, что высокий уровень гомоцистеина может способствовать возникновению данного недуга, некоторые эксперты считают, что фолиевая кислота, недостаток которой зачастую наблюдается у людей, страдающих депрессией, может помочь, потому что снижает уровень гомоцистеина. Исследования также показывают, что дополнительный прием фолиевой кислоты при ее недостатке повышает эффективность антидепрессантов. Также фолиевая кислота оказалась полезной при лечении подагры и синдрома раздраженного кишечника. Кроме того, она может даже помочь сохранить здоровье костей, потому что высокий уровень гомоцистеина имеет связь с тестостероном. Трозировка фолиевой кислоты. Согласно рекомендуемой диетической норме РДН, взрослому человеку необходимо 400 микрограмм. Фолиевой кислоты в день. Специальные добавки, содержащие фолиевую кислоту, важны для пожилых людей, так как они не могут получить ее в достаточном количестве из пищи. Серьезный дефицит фолиевой кислоты относительно редко может вызвать мегаловластную анемию, воспаление и покраснение языка, хроническую диарею, а также замедление роста у детей, алкоголики и люди, принимающие лекарственные препараты от рака и эпилепсии, а также страдающие синдромом мальноабсорбции, болезнь крона, целиакия, особенно восприимчив к дефициту этого вещества. Гораздо чаще низкий уровень фолиевой кислоты не вызывает никаких симптом, но повышает риск сердечных заболеваний или врожденных дефектов. Очень большие дозы, от 5000 до 10000 микрограмм, не приносит никакой пользы, а даже наоборот, могут быть опасны для людей, страдающих раковыми заболеваниями, желез, в частности, раков груди или простаты. Большие дозы могут также вызвать судороги и у пациентов с эпилепсией. Национальная академия предложила верхний дневной порог фолиевой кислоты 1000 микрограмм для взрослого человека. Инструкция по применению фолиевой кислоты. Для хорошего самочувствия и профилактики сердечно-сосудистых заболеваний принимайте от 400 до 800 микрограмм фолиевой кислоты в день. Для женщин, планирующих зачать детей, желательно дозировка 800 микрограмм в день. Достаточные запасы фолиевой кислоты необходимы, так как данный витамин играет важную роль в развитии ребенка с момента зачатия. Людям, страдающим депрессией, необходимо принимать 400 микрограмм кислоты в день в дополнение к комплексу витаминов группы В. Рекомендации по применению. Фолиевую кислоту можно принимать в любое время, суток, как во время еды, так и после. Если вы принимаете отдельную добавку, неважно по какой причине, вам необходимо также дополнительно принимать 1000 микрограмм витамина В12, чтобы предотвратить его дефицит. Другие источники фолиевой кислоты, отличными пищевыми источниками фолиевой кислоты, являются зеленые овощи, бобы, зеленые зерна и апельсиновый сок. Некоторые рафинированные зерновые продукты теперь также обогащаются фолиевой кислотой. Результаты последних исследований в качестве профилактики заболевания лучше всего пополнять запасы фолиевой кислоты за счет специальных пищевых добавок. Недавнее небольшое исследование показало, что люди, принимающие 400 микрограмм фолиевой кислоты в день в таблетках или специально обогащенных продуктах, демонстрировали увеличение содержания этой кислоты в организме, в отличие от тех, кто потреблял натуральные продукты, богатые фолиевой кислотой. Ученые предполагают, что находящиеся в продуктах фолиевая кислота не усваивается организмом в полной мере. Предварительное исследование говорит о том, что фолиевая кислота может играть роль в предотвращении болезни Альцгеймера. Люди с этим заболеванием, как правило, имеют более низкий уровень фолиевой кислоты и витамина В12 в крови, чем здоровые люди того же возраста. Фолиевая кислота даже в нормальных дозах может маскировать тип анемии, вызванный дефицитом витамина В12. Невыявленная анемия может привести к необратимым нервным расстройствам и слабоумию. Если вы принимаете добавки фолиевой кислоты, не забудьте включить в рацион витамин В12. Понравилось видео? Ставь лайк, подпишись на канал. До новых встреч, друзья! Субтитры сделал DimaTorzok